Я лечился в государственной программе. К сожалению, опыт лечения оказался неудачным и совершенно для меня неожиданно появились врачи без границ с этой программой, с новыми препаратами. Я, конечно же, воспользовался этим моментом и очень рад тому, что я попал в эту программу, вылечился. Таким образом, мы имеем 97% врача. Почему мы так успешны? Потому что использование новых заболеваний, которые доступны, и также из-за интеграции психо-социальной поддержки системы в наших лечениях. Многие заболевания были сильные сады, длинные дырания, длинные дырания и высокий успех. А также, новые заболевания имеют нечего сады, длинные дырания и высокий успех. Многие люди, которые лечатся сейчас в программе «Врачи без границ», говорят о том, что это сложное лечение, нужно соблюдать диету, нужно сдавать очень много анализов. Мне бы хотелось сказать этим людям, я им говорю об этом при возможности, что вы просто не можете сравнить эту программу с программой, которая была раньше, с менее совершенными препаратами. Лечение фигелированного интерферона предполагает, например, чтобы понимать, первый месяц лечения – это в стационарных условиях. Почему? Потому что поднимается высокая температура, очень сильные побочки. Первый месяц, вернее, после выписки из больницы, моя жена наводила меня за ручку еще месяц, пока я адаптировался к лечению. Я был как будто бы мне 90 лет, 90-летним стариком. Что касается побочных эффектов и вопрос о том, как я переносил препараты, абсолютно хорошо. Просто как будто бы я ничего не принимал, это правда. Я не чувствовал никаких побочных эффектов. The drugs are really expensive, the brand names especially. The generics are not available everywhere. In Ukraine, people have concerns regarding the effectiveness of generics, but MSF has used generics to treat all its patients in Mycolife, and we have 97% success rate. The generic drugs and the brand name are the same chemical compound, so basically they are the same drugs. Лечение, конечно, то, что меня поразило прежде всего, это то, что лечение было абсолютно бесплатным. Потому что даже в государственной программе необходимо было сдавать анализы, я заплатил достаточно много денег, очень дорого это все стоит. Это в первую очередь мне понравилось. Во вторую очередь мне понравилось само сопровождение, то есть человек не остался на сам со своими таблетками и просто там принимал их. То есть постоянно звонил консультант, постоянно звонил социальный работник. Каждый раз, когда я приходил за таблетками, со мной проводилась беседа. Наша главная цель – это adherence к лечению. Адхеренция к лечению означает, что пациент берет пилы в время, что они не потеряют их визиты в нашу клинику, что они ведут более здоровый стиль. Пир-едукторцы – это самое важное часть нашей команды, потому что эти люди уже были с гепатитом С, успешно, и они имеют опыт, и они могут подчеркнуть эту опыт с нашими пациентами. Равный наставник, потому что я, прежде всего, человек, который жил с гепатитом С и прошел лечение успешно. Задача моя в проекте состоит в том, чтобы помочь людям так же, чтобы они прошли это лечение успешно. Чтобы предупредить возможные риски от человека, у нашего пациента, которые возможны при лечении гепатита С. Также помочь им с приверженностью, потому что люди, которые никогда не принимали постоянное лечение, лекарства, у них сложности с постоянным приемом терапии. И вот здесь задача равных наставников очень важна, потому что мы в свое время уже проходили это лечение, и мы можем подсказать человеку, как сделать так, чтобы человек не пропускал, либо не опаздывал с приемом препаратов. И самое главное, это мобилизовать внутренний ресурс человека на позитивный результат в лечении, мобилизовать все его усилия. И также подготовить его к следующей жизни уже без гепатита С, к новой жизни, к более, я бы сказал, счастливой жизни. Для меня выздоровление – это тот момент, когда ты становишься свободен от какой-то проблемы, которая тебя угнетала много-много-много лет, которая не давала тебе спокойно жить. Когда, наконец-то, после второй попытки лечения гепатита С, мне наконец-то сказали, что полностью избавился от этого тяжкого недуга, ну, меня просто переполняла радость, мне хотело просто куда-то идти, радоваться, всем улыбаться.